Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Сегодня мы с вами снова вместе для того, чтобы читать Евангелие. Мы читаем с вами Евангелие от Луки. Начинаем сегодня шестую главу зачала 22 стихи с 1 по 12. Для тех, кто присоединился к нам сегодня впервые, я хочу пояснить, что согласно традиции нашей русской православной церкви, мы совершаем богослужение на церковно-славянском. Соответственно, и дома стараемся читать Евангелие по-церковно-славянски, чтобы в храме лучше понимать богослужение, ну и вообще прикоснуться к нашей русской старине. Итак, Евангелие от Луки, шестая глава. Бысть же в субботу второпервую, идти ему сквозь сеяние, и восторгах ученицы его классы, иядяху, стирающих руками. Ницей же от фарисей реши им, что творите, его же не достоит творить и в субботы. И отвечав Иисус рече к ним, И глаголыше им, Яко Господь есть Сын Человеческий, и субботе. Бысть же и в другую субботу, Вните ему в сонмище, и учите. И бе таму человек, и рука ему десная, бе суха. На зираху же книжницы и фарисеи, Аще в субботы исцелит, да обрящут речь нань. Он же ведеши помышления их, и рече человеку, имущему суху руку, Восстани и стани посреде. Он же восстав ста. Рече же Иисус к ним. Вопрошу вы, что достоит в субботы? Добро творите или зло творите? Душу спасти или погубите? О ниже умолчаша, и возрев на вся их рече ему, Простри руку твою, он же сотвори таку, И утвердисе рука его здрава, як у другая. О ниже исполнишеся безумие, и глаголах у друг ко другу, Чтобыше сотворили Иисусови. Вот так заканчивается 22-е зачало, и здесь мы с вами читаем о двух исцелениях, Которые Господь наш сотворил в субботу. Давайте, как всегда, немного для начала определимся с местом и временем. Где были сотворены два эти чуда, точно неизвестно. Нам предполагают либо Капернаум, о котором мы уже довольно много говорили в наших прошлых с вами выпусках чтения Евангелия, Либо Тевериада, другой большой крупный город на берегу Галилейского моря, неподалеку от Капернаума. Что касается времени, это время жатвы, значит, сразу после еврейской Пасхи, после Песоха. Как бы я хотела, мои дорогие, чтобы кончились все эти глупые коронавирусные дела, И чтобы вы смогли опять приехать на святую землю, И мы с вами бы поехали в Галилею на нашем большом красивом автобусе, И была бы весна, и я бы показала вам эту дикую пшеницу, ячмень, Которая растет у нас повсюду, колосица весной, как раз вот в апреле месяце. И очень вкусно срывать эти колоси, и зернышки только что соспевшие, Есть они сладкие, дети у нас любят этим заниматься. Но, однако, здесь не сказано, что ученики шли по пустырю, Возможно, они шли через засеянное поле, да, скорее всего, имеется в виду поле чьё-то. Тем не менее, это время жатвы. Нас засевают в ноябре месяце, и поспевает урожай как раз после сезона дождей к апрелю, И вот сразу после еврейской Пасхи начинается жатва. В древние времена, в первую субботу после Пасхи, в храме приносился сноб, То есть на жертвенник клался первый собранный сноб зерна, пшеницы, Как жертва, дар Богу. И вот как раз-таки об этой первой субботе после Пасхи и идёт здесь речь. После этого начиналась жатва, которая продолжалась 7 недель до праздника Шавуот, Который означает Пятидесятница или Семь Седмиц, 7 недель после еврейской Пасхи Ветхозаветной. Вот как раз к этому дню заканчивали уже сбор урожая, соответственно, подсчёт урожая, И устраивали праздник. И вот здесь мы видим с вами, что апостолы со Христом идут через засеянное поле, Как раз, соответственно, вот в самом начале жатвы. Странное выражение, в субботу второпервую. Есть очень разные объяснения, но самое толковое приводит нам профессор Лопухин. Кстати, опять же, рекомендую читать его толковую библию. Это самый крупный наш с вами русский библеист. Он был профессором академии Троицергиевской духовной академии. И он действительно очень видный учёный, библеист. И вот у него есть ссылка на одного западного учёного. Он говорит, я принимаю его объяснение. Действительно, оно самое логичное и простое. Почему второпервая суббота? Дело в том, что иудеи часто субботой называли вообще любой праздник ветхозаветный. Почему? Суббота означает полный покой. И мы сейчас об этом с вами подробнее поговорим. Соответственно, полный покой ведь полагался не только в субботу, но и в любой религиозный ветхозаветный праздник. Соответственно, субботы иногда называли праздники. И Пасху могли спокойно назвать субботой. Даже если она выпала, например, на четверг, среду или понедельник, или ещё на какой-либо другой день. И вот здесь получается вторая, первая суббота. То есть первая суббота – это Пасха, а вторая, первая – это первая суббота после Пасхи. Соответственно, вторая суббота после Пасхи будет вторая, вторая, третья, четвёртая, вторая, четвёртая, понятно? И так дальше будут считать субботы до, соответственно, дня Пятидесятницы. Пятидесятницы, то есть 7 суббот, должно пройти 7 седмиц до Пятидесятницы. Также эта вторая, первая суббота являлась, по сути дела, первой субботой не только после Пасхи, но и первой субботой начавшегося года, потому что в самой глубокой древности у евреев год начинался с Пасхи. И хотя во времена Господа Христа уже был праздник Рош-Хашана, еврейский Новый год, который в сентябре, все равно в сознании народном оставалось вот это восприятие, как бы начало, скажем так, церковного что ли года с Пасхи. Итак, Господь творит исцеление в субботу и получает нагоняй от фарисеев, как и всегда, за нарушение субботы. Не только Господь, но и ученики его нарушают в субботу, они срывают колосси. В этом зачале у нас два нарушения субботы с вами. Первое – это ученики, срывающие колосси в субботу, а второе – это исцеление несчастного человека, который имел сухую руку, то есть парализованную руку. Давайте разберемся по порядку, какие претензии имели фарисеи к Господу Христу и справедливо ли они их имели. Первое – ученики срывают колосси и едят в субботу. В субботу есть, разумеется, можно, но вот срывать колосси и растирать их руками, по мнению фарисеев, в субботу было категорически запрещено, потому что в субботу запрещен всякий труд и всякая работа. Об этом знает абсолютно любой человек, живущий в Израиле, и любой турист и паломник, который хоть когда-нибудь попадал в Иерусалим, например, именно в субботний день, когда прекращает ходить городской транспорт по всей стране. И в Иерусалиме особо строго соблюдается, поэтому у нас в религиозный город закрываются все, без исключения магазины, все общественные заведения, государственные учреждения, все город просто вымирает, скажем так, и все соблюдают субботний покой. Соответственно, никакая работа у иудеев, современных, не разрешена. Нельзя ездить на машине, зажигать свет, нажимать кнопку на лифте, писать что-то авторучкой и так далее. То есть ничего делать нельзя. Здесь же ученики растирают колосси руками, то есть явное нарушение. И что отвечает Христос на упрек фарисеев? Он говорит им, а вспомните, что сделал Давид, когда пришел в Дом Божий и съел хлебопредложение. Давайте вспомним, может быть, вы не помните этот момент, описанный в книге царств. Давид убегал от Саула, и поскольку он и его воины прятались, и у них кончились запасы, они были очень голодны, то Давид обманул фактически первосвященника. Он вошел в храм, сказал, что царь послал меня по очень важному делу и не велел открывать. Зачем? Поэтому люди мои здесь тоже спрятались в тайном месте, дай нам что-нибудь. А у первосвященника ничего не было, кроме хлеба в предложении. Каждую пятницу приносили 12 буханок хлеба от каждого колена по большому такому караваю хлеба из муки высшего сорта, высшего тончайшего помола, и клали их на золотой стол возле входа в храм. И там эти 12 буханок лежали до следующей пятницы. В следующую пятницу их священник убирал, они шли в пищу священникам и клали за место их новые. Называется это лехом хапаним, то есть хлеб, который кладут перед лицом Божьим. Паним – это лицо. И вот эти хлебы Давид получает от первосвященника, потому что он крайне голоден, он и его люди могут умереть с голода. И священник спрашивает, чисты ли они, то есть в чистоте ли они, и даёт им этот хлеб, который по закону Моисееву не положено было есть никому, кроме священников. Зачем Господь приводит этот пример? По той простой причине, что он пытается напомнить фарисеям о том, что означала заповедь «Соблюдай день субботний», когда она была дана Моисею. Не когда она уже прошла обработку через много-много поколений раввинов, учителей, мудрецов и книжников, а так сказать, в своём изначальном варианте. Мы, конечно, с вами все её знаем наизусть, знаем, наверное, 10 заповедей, но я прочитаю, чтобы не упустить ни одного слова. Слушайте, как заповедал Господь на Синае Моисею, когда он получил 10 заповедей на скрижалях, да? Вот четвёртая заповедь «Помни день субботний», по-русски. «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай в он и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твоя, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, море и всё, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Как мы видим, здесь нет перечисления, какие дела нельзя делать, а какие можно. Здесь даётся определённая свобода. На самом деле написано «не делай никакого дела», но оставь дела твои. То есть оставь те дела, которые тебе приносят доход, которые тебе кажутся важными, земными делами, которые необходимы, наверное, для жизнеобеспечения тебя и твоих близких. Оставь их и посвяти этот день Богу. Главное в этой заповеди не запрет, а посвящение дня Богу. То есть этот день нужно отдать Богу. Все твои мысли, чувства, вся твоя жизнедеятельность должны направлены быть на Богу, и, соответственно, творение Божьих дел. И поэтому, когда раввины стали эту заповедь истолковывать, и составлять перечни дел, которые можно делать и нельзя делать, то им пришлось согласиться с тем, что, например, если человек находится на краю жизни и смерти, врач может прийти и лечить его, потому как он спасает жизнь. У нас поэтому скорая помощь, слава Богу, работает в субботу, и пожарная команда тоже, и полиция. Также, если, как мы знаем из Иоанна, если у тебя овечка или другой животное упало в колодец, и оно умирает, соответственно, ты должен его пойти и вытащить, хотя это нарушение суббот. Также, например, если обрезание ребеночка выпадает на субботу, это восьмой день после рождения мальчика, его обрезают в субботу. В самом Ветхом Завете есть ряд моментов, когда была нарушена суббота по тем или иным причинам. То есть Господь не дал субботу ради субботы. Он не дал ее ради того, чтобы человек, как просто парализованный истукан, сидел дома, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить запретов субботы, иначе его Господь покарает. Ну, конечно, нет. Получилось, что в толковании фарисеев, в толковании их учителей и учителей их учителей, которые обрастили, окружили субботу огромным количеством ритуальных запретов, среди этих ритуальных запретов нельзя делать то, нельзя делать это, потерялся смысл субботы, а смысл в творении божьих дел. Смысл в том, что если человек, например, испытывает крайний голод и может умереть с голоду, то, конечно, можно ему сорвать колос, растереть и съесть его, или даже, как сделал Давид, вообще нарушение сделал гораздо более серьезное, чем нарушение субботы, потому что нет точных указаний. А вот про хлебопредложения указания были точные очень, что нельзя их вкушать никому, кроме священника, но даже здесь было сделано исключение. То есть Господь хочет сказать, дорогие мои, есть буква закона, есть дух закона. Вы за буквой не видите духа закона, за деревьями леса не видно. Вот это та же самая история. Приведенный в пример царь Давид не впечатлил фарисеев. В их сознании все равно строгое исполнение запретов субботы осталось доминирующим. Тогда Господь в следующую субботу, то есть уже вторую-вторую, опять в синагогу приходит и творит уже второе чудо, которое является еще более страшным нарушением субботы. Он исцеляет человека, который не находится на грани жизни и смерти, а просто у него парализована правая рука. Но может прийти завтра, первый день недели, который мы теперь называем воскресеньем, и исцелиться. Но в чем проблема? Господь специально это делает. Он хочет дать урок фарисеям, показать им, что вы забыли, что в субботу нужно творить добрые дела. Он даже задает им прямой вопрос. Нужно ли в субботу добро творить или зло? Душу спасти или погубить ее? Ведь если этот человек неисцеленным сейчас от Христа уйдет, он же веру потеряет, его душа потеряет надежду, и они молчат в ответ. То есть забыли о том, что это день Господень. Значит, надо, конечно, было ответить, да, творить добро нужно, ну, разумеется. И, соответственно, тут Господь уже творит чудо, исцеляет этого несчастного. Но при том, как бы, имея удивительную, действительно, крутость и любовь, творит чудо, не возлагая рук на несчастного, чтобы не нарушать субботу, а говорит просто три слова. «Простри руку твою», и рука его исцеляется. А вот это как раз ярость фарисеев только увеличивает. Они злятся на Христа, они завидуют Ему, и они возмущаются его умом, его божественным умом, который им своими логическими каверзами и знаниями закона никак не преодолеть и не поймать. Ну, а что же мы? Вот мы с вами, христиане, должны ли мы соблюдать субботу? Мы с вами знаем, что очень многие протестантские общины, христианские, соблюдают субботу. При этом они являются христианами, называют себя христианами и празднуют все христианские праздники, молятся Господу Иисусу Христу, но при этом соблюдают Ветхозаветную субботу. Правильно ли они делают? Как они её соблюдают? Они соблюдают её так, как её соблюдают современные иудеи. Почему? Да потому что как её соблюдали в древности, мы с вами просто-напросто не знаем, не сохранилось. В Библии нет никаких ещё раз точных указаний, что надо делать или не делать в субботу. Надо молиться, да. Нужно воздержаться от житейских бытовых дел, да. Но вот насчёт того, что зажигают две свечи, насчёт того, что запрещено водить машину, запрещено переносить вещи с места на место, переезжать, зажигать свет в квартире, зажигать плиту газовую. Это же ведь всё изобрели раввины. Это придумали раввины, которые уже жили гораздо позже Христа. И, соответственно, вот такое соблюдение субботы однозначно неправильное, потому что оно делает нас участниками, скажем так, религии, которая и не ветхозаветная, потому что Христос не жил так, как живут современные иудеи, и в то же время она и не первохристианская, потому что как апостолы вели себя в субботу, мы тоже до конца не знаем. Это уже, получается, мы хотим совместить наше христианство с современной формой Моисеевой религии, то есть иудаизма. Получается такая довольно странная смесь. Надо сказать, что здесь это типичное заблуждение, в которое впадают все, кто ищет первобытного христианства. Как оно было при апостолах? Да не знаем мы, как оно было при апостолах. А мы посмотрим, как живут современные иудеи, ультра-ортодоксальные. Будем их копировать, вот так апостолы и жили. Ну, это не так, потому что мы живем уже в эпоху раввинского иудаизма, иудаизма после разрушения храма. То есть это толкование, объяснение, священное писание различными еврейскими мудрецами, учителями, раввинами. Это не тот вариант, который был при Христе. Уж я не говорю про более древние времена, времена Моисея или Давида. Соответственно, это заблуждение. Однако выделять день субботний с прочих остальных дней, конечно, нужны и необходимы. Если мы посмотрим с вами на церковные богослужения, мы увидим, что они отличаются, субботние богослужения отличаются от всех остальных дней. Тем не менее, как выделять субботний день? Да так, как нам предписывает Святая Церковь. Суббота – это подготовка к воскресенью. Чем была Ветхозаветная суббота? Ветхозаветная суббота была ожиданием прихода Спасителя. Почему? Господь сказал, это день Божий, посвяти его Богу. Посвящая день Богу, человек читает Священное Писание, Ветхий Завет, читает пророков и находит там, что о чём они все пишут, чего они все ждут. Избавление от первородного греха, что придёт Мессия, придёт Спаситель, и изменит этот мир, и спасёт нас. Вот это событие уже произошло. Произошло оно в первый день недели, воскресенье, который для нас стал теперь как бы субботой. То есть теперь этот день для нас завершает неделю как исполнение субботы Ветхозаветной. Поэтому мы в субботу вечером, по идее, должны идти в храм или особо как-то помолиться дома, может быть, почитать Священное Писание и готовиться к воскресенью. Конечно, всю работу по дому, хозяйство лучше закончить уже в пятницу или в субботу утром хотя бы, но второй половина дня субботы уже посвятить подготовке к воскресному дню. И в воскресенье, конечно, лучше воздержаться от работы, если только это не что-то, как нам священники всегда объясняют, крайне необходимое, для твоих близких важное. А опять же, мы, конечно, в воскресенье разогреваем пищу, иногда даже и готовим её, если это необходимо. Мы накрываем на стол, мы едем на машине к родственникам, понятно. Но, например, какие-то ремонтные дела в квартире или какие-то бизнес-переговоры, ну, конечно, лучше воскресенье не проводить. Но мы это так все знаем. Что интересно сказать вам, что наше воскресенье, то, что оно идёт после субботы, вообще имеет ещё особый совершенно смысл. Дело в том, что субботы на иврите – это шаббат, это шева, седьмой день. Мы же празднуем воскресенье, воскресенье, получается, как бы восьмой день. Мы не называем воскресенье первый день недели. У нас есть все дни недели – шаббат, суббота, седьмой день, и дальше воскресенье, как восьмой день. А что будет восьмым днём? Второе пришествие Господа Христа. Это будет удивительный, мистический восьмой день творения. Так что наше воскресенье – это и воспоминание воскресения Христова, и ожидание пришествия Господа Иисуса Христа, ожидание, когда как суббота ветхозаветная исполнилась в воскресенье, так теперь воскресенье когда-то исполнится во втором пришествии Господа Христа. Это тоже своего рода ожидание, ожидание продолжения священных событий. Ну вот, мои дорогие, на этом я хочу сегодня закончить нашу с вами беседу евангельскую. Теперь будет у нас с вами скоро выпуск нашего блога «Святая земля сегодня». В этот раз он будет посвящён Италии, и у нас в гостях будет наш экскурсовод из Италии Маша Шургина. Так что не пропустите. Я очень надеюсь, что мы выйдем в эфир в пятницу. Храни вас всех Господь. Всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok